Насколько же по-разному выглядит одно и то же место в солнечную, такую яркую, сочную погоду. И сегодня, когда на улице моросит дождик, пасмурно, в общем, добро пожаловать в Морж. Несмотря на вот такую вот не совсем приветливую погоду, мы решили продолжить наш путь Святого Якова пешком через всю Швейцарию. И первая остановочка сегодня на нашем пути — это будет замок города Морж. Идёмте! Вот здесь вот находится такой старый порт города Морж. Сейчас здесь стоят, естественно, яхты, но ещё с 17 века здесь останавливались рыбаки. И вот напротив находится замок Морж, куда мы сейчас отправляемся. И здесь довольно неожиданно внизу, в этом музее, в этом замке, находится коллекция и экспозиция, посвящённая разным экстренным ситуациям, тому, как себя вести в случае тревоги, войны и всему такому. В общем, я даже не захотела снимать, если честно. И здесь, на втором этаже этого замка, находится такая себе экспозиция, которую вы бы, в принципе, ожидали от средневекового замка в Швейцарии. То есть это такие наряды какие-то 17-18 века, ружья, сундуки, гербы. Вот модели корабликов здесь. В общем, кто-то красивый, кто-то, модель кораблика. Вот так вот всё выглядит. А на самом верхнем этаже здесь находится такая вот коллекция миниатюрок. Знаете, есть любители собирать вот такие вот миниатюрки, инсценировать какие-то битвы, инсценировать жизнь в средневековом городе. Вот если вы таким интересуетесь, то здесь вам понравится. Здесь очень-очень много вот таких вот фигурок. Я же подсказал, оловянные солдатики, самые настоящие оловянные солдатики. Да, вот кому такое интересное, можете сюда прийти. Они такие есть маленькие, прям маленькие. Вот. Вы знаете, а я ошибалась в прошлый раз, когда говорила, что все тюльпаны через пару недель отцветут. Здесь я не знаю, как они этого добиваются, но здесь очень красиво сейчас цветут тюльпаны. Они выглядят совершенно свеженькими. Не выглядит так, что они уже прям совсем отцветают. Ой, как классно. И сегодня людей значительно меньше, естественно, за счет погоды. Поэтому у нас есть возможность рассмотреть здесь все-все-все тюльпанчики. Да, очень рекомендую. Вот это вот поле с грядками тюльпанов. Кстати, интересно, вот расскажите, кто здесь живет недалеко? Эти грядки потом убирают и другие цветы здесь высаживают? Или что здесь, например, летом, когда нет тюльпанов? Потому что, естественно, что фестиваль тюльпанов происходит здесь каждый год. Ой, какая красота. Но тюльпаны-то не цветут летом, наверное, другие какие-то цветы высаживают. Или просто травкой засевают. Вот расскажите, пожалуйста. Красиво. Смотрите, какие древние-древние здесь сосны огромные. Очень приятный парк. Вот правду нам сегодня Perplexity утром сказал, что самая лучшая погода в Швейцарии сегодня будет в Цюрихе. И нам незачем ехать для этого в Морж. Но мы не послушались, все равно поехали. Но ничего страшного, дождь не сильный. Хотела воспользоваться случаем и очень коротко рассказать про Perplexity. На самом деле Perplexity это очень классное приложение, которое, мне кажется, имеет огромное будущее из всех приложений в искусственном интеллекте для юзеров. В отличие от чата GPT, который придумывает контент, Perplexity анализирует источники, анализирует сайты на заданную вами тему и пишет ответ на ваш вопрос, ссылаясь на источники. И эти источники вам под ответом четенько дает. То есть источник 1, 2, 3, 4, 5. Знаете, как в научной статье все источники указаны. И это очень удобно для каких-то таких даже абсолютно бытовых вещей. Вот сегодня утром я спросила. Perplexity скажи, где сегодня в Швейцарии лучшая погода. И Perplexity сказал, что лучшая погода в Цюрихе. Вы можете спросить, какие там сегодня самые лучшие, самые интересные мероприятия, например, в Швейцарии. И укажи там источники, сколько они стоят, например. И вы все это получите с нужными сразу же вам ссылочками. Вот такой вот классный сайт. Пока что есть бесплатная версия. Можете попробовать абсолютно бесплатно либо скачать приложение на телефон, либо воспользоваться сайтом. То есть фактически Perplexity полностью заменяет Google и экономит вам время. Потому что когда вы что-то ищете в Google, вам нужно набрать это в поиске. А потом там от нескольких секунд до иногда нескольких часов потратить на то, чтобы изучить результаты поиска в Google. То Perplexity делает это за вас. Он находит в Google всю нужную информацию и суммирует ее. Либо отвечает на ваш вопрос, базируясь на этой информации. Я даже, честно говоря, попробовала загнать свои вопросы с экзамена по налоговому консультированию в Швейцарии в Perplexity и посмотреть на ответы. Но, вы знаете, честно говоря, полностью стопроцентно правильные ответы пока не получаются. Потому что просто ссылок на швейцарскую налоговую систему в интернете не настолько уж много. Но мне кажется, что если бы у меня такого же плана были бы вопросы, например, про американскую налоговую систему, то Perplexity уже мог бы заменить средненького такого налогового консультанта. Знаете, еще хотела вот сказать, что многие же стремятся жить на берегу озера, чтобы дом выходил вот прямо в озеро и на свой пляж. Но пройдя здесь, я начинаю сомневаться, насколько это хорошая идея. Потому что, во-первых, в определенное время года, вот, например, сейчас огромное количество каких-то мошек и насекомых возле воды. Во-вторых, вот мы сейчас идем и уже достаточно долго есть очень такой своеобразный запах, довольно сильный запах. Я даже не могу его толком описать. Больше всего, мне кажется, он похож на запах такой вот свежевыловленной рыбы. Леша говорит, что может быть водорослей. Но он достаточно сильный. И поэтому, вот, если бы у меня дом выходил и веранда вот была с вот таким запахом постоянным, я не знаю, насколько бы мне это нравилось. То есть, если вы покупаете себе большую виллу, которая находится прямо на кромке воды, сначала хорошо взвесьте свое решение. Ой, Леха, смотри, птица, профессор. Мокрый стоит. Один и второй профессор. Вон, еще дальше есть профессор. Смотри, какие. И карамараны там стоят. Да, ну все, все вместе. Слушай, ну статуи просто. Красотища. Здесь, кстати, на удивление такой интересный разнообразный маршрут. И время от времени мы проходим такие какие-то маленькие дачки. А вот здесь вот пчелиное такое хозяйство, причем довольно большое. Видите, много уликов. Красиво все оформлено. Написан телефон, что можно у них закупить мед. Вот. Короче, если вам интересно. Вот, правда, даже номера телефона для Твинта, чтобы перевести сразу деньги. А мед, интересно, то где брать. Может, тут сразу и в кладовке лежит. Здесь что-то такое интересное выращивают. И я до сих пор не могу понять, что. Какое-то то ли дерево, то ли кустарник. Но это явно что-то важное, да, что используют потом. Потому что вот в большие площади все это подвязывается. Если вы когда-нибудь будете в городке Сан-Пре, недалеко от Морж, зайдите вот сюда. Называется это место Мами Пицца. Это было единственное место, которое было открыто, где сейчас можно было покушать. Здесь работают очень смешные, очень приятные итальянцы, которые на самом деле готовят вот пиццу на вынос. То есть они на заказ в интернете. Её можно купить, и они её привозят по домам. Но если вы придёте и попроситесь, то вам прямо там за стойкой накроют такой импровизированный стол и выдадут самую свежую вкусную пиццу. Пицца действительно была очень хорошая. Поэтому рекомендуем. Мами пицца называется. Вышли мы из пиццерии. Дождик всё моросит и моросит. Не захотелось идти дальше, поэтому решили прийти на станцию поезда. И поедем уже домой. На сегодня путешествие заканчиваем. Обязательно установите и попробуйте приложение Perplexity. Мне кажется, что вам понравится. Тем более, что оно сейчас всё ещё бесплатно. До следующих встреч. Надеюсь, в более солнечную погоду. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...